Зимние ботинки, которым скотчем привязаны деревянные бруски. И я должен был ходить в них по лестнице с первого этажа и таскать воду в крышечке. На этом видео, опубликованном в одном из московских СМИ, подросток рассказывает о своем пребывании в Казанском реабилитационном центре. Пытаясь повлиять на поведение сына, мать мальчика сначала отправила его туда на полтора года. Однако, узнав, как там обращаются с детьми, забрала домой уже через месяц. От безысходности просто он пытался руки на себя наложить, резал руки, ему даже помощи не оказали. То есть он там истекал кровью, через пять часов это увидели, сфотографировали, завязали руки. Мне через какой-то там гораздо позже сказали, что поцарапал себе руки от неразделенной любви к девочке. Организация, которую московские журналисты уже окрестили Казанским концлагерем, сама себя называет Центром психологической помощи для трудных подростков. При этом никакой вывески на входе нет. О том, что здесь помогают бороться с вредными привычками, можно догадаться разве что по плакату, запрещающему курить. Попасть внутрь тоже оказалось не так-то просто. Здравствуйте, а можно с вами поговорить? Ну, мы видим, вот в реабилитационный центр нас не пускают. Вот, закрыли только что перед нами дверь. Хотя, удивительно, если бы сотрудникам центра нечего было бы скрывать, наверное, они бы ответили на наши вопросы. Что сразу же бросилось в глаза, это то, что практически все окна здания защищены решетками. Видимо, так проще вести диалог с детьми, убеждая их исправить свое поведение. Сколько сейчас детей находится в центре и защищены ли они от издевательств, точно неизвестно. Сами сотрудники никакой информации нам сегодня не предоставили. Ну, вот мы видим, что не хотят все-таки с нами разговаривать в этом центре. Как можно судить, вот здесь находится одно из помещений реабилитационного центра. На все наши вопросы ни сотрудники, ни кто-либо другой не отвечают. Мы видим, даже закрыли окна. Немного информации о деятельности центра удалось узнать на его официальном сайте. Если верить написанному, то с детьми занимаются всего четыре специалиста. Причем ни у кого из них не указаны даже фамилии. Неизвестно также, есть ли у этих людей педагогическое образование. А, вы работаете здесь? Да. А что вообще здесь за организация? Не знаю. Ну, как вы знаете? Я не знаю, я работаю просто убралась и ушла наверху. А кто вообще там находится из людей? Чем они занимаются? Я не спрошу. По неофициальной информации, месячное пребывание в центре обходится родителям трудных подростков в 100 тысяч рублей. Сегодня проверку этой организации начал Следственный комитет. При этом мать мальчика, которая написала заявление в правоохранительные органы, настроена решительно. Я хочу всех посадить, как минимум. И, по крайней мере, открыть глаза другим родителям, потому что это дико то, что там происходит. Андрей Шульга, Максим Малов, Телеканал Эфир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...